здравствуйте уважаемые участники здравствуйте александр всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре вместе с александром возвращаемся после небольшого перерыва накопилось много вопросов очень интересно послушать мнение александра по текущему рынку по текущим по разным бумагам ну и в целом по текущей ситуации что происходит у нас на рынках прежде чем мы перейдем к теме вебинара да как всегда я напомню что о рисках да всегда важно помнить о том что торговля на финансовых рынках она связана с рисками будь то трейдинг будь то инвестиции всегда нужно разобраться с теми рисками которые могут быть мы об этом тоже говорим в ходе наших выпусков об этом и всегда об этом помните и принимайте это во внимание у нас есть участники которые присоединяются впервые к нам на эту сессию пару слов скажу про компанию адмиралов мы являемся брокером работам в разных юрисдикциях не так давно мы получили лицензию в канаде не так давно мы получили лицензию в южной африке поэтому мы работаем глобально на разных рынках и всегда даем возможность нашим клиентам выбирать и находить для себя оптимальные торговые условия и оптимальные инструменты для торговли что сейчас тоже хотел сказать в свете информации которая была на этой неделе есть платформа metatrader который у нас также является основной но компания apple удалила ее из аппстора да у нас давно уже существует наше собственное мобильное приложение через которое также можно торговать да и инвестировать поэтому для тех кто бы хотел использовать как раз трейдинг инвестиции в мобильном приложении то рекомендую скачать наше предложение от адмиралов там вы сможете все делать там все собственно доступно также мы в компании уделяем огромное внимание обучению поэтому очень рады что александр к нам может присоединяться раз в месяц на русском языке раз в месяц на английском языке делиться своим мнением именно также для того для тех кто опять же присоединился впервые напомню что у нас есть youtube канал где мы выкладываем и записи вебинаров с александром и другие обучающие видео поэтому если вы на него еще не подписались обязательно подпишитесь там же у нас проходит конкурс который можно выиграть книгу с автографом александр про него я расскажу в конце нашей встречи и также телеграм-канал в котором мы информируем о новых выпусках для того чтобы не пропустить как раз хороший инструмент для того чтобы это использовать итак сегодня мы как всегда поговорим о рынках да то есть я бы хотел попросить александр начать с такого так как мы давно не встречались да то есть про общую ситуацию да про общее настроение на рынках посмотреть на отдельные инструменты потом мы подведем также также итоги конкурса разберем некоторые из тех сделок которые нам присылали поговорим про отдельные бумаги да возможно посмотрим как раз индикатор который нам показывает александр в ходе нашей встречи это индикатор новых высот новых низов что же он сейчас показывает о чем нам может скажем так просигнализировать и в конце также будет серия небольшие ответы и вопросы да то есть мы будем вопросы в этот раз принимать в чате поэтому если у нас останется время то подготовьте ваш вопрос и мы выберем эти вопросы постараемся на них тоже ответить также в конце я расскажу про индикаторы александра и про правила конкурса с моей стороны это все александра с нетерпением ждали наши встречи скучали поэтому александр для тех кто присутствует впервые как раз пока мы несколько минут сначале я подключился да у нас есть участники впервые александр человек который написал книгу очень давно очень давно занимается трейдингом я на самом деле давно вас не представлял как вот для совсем новичков поэтому немножко поплыл что называется но лично для меня когда я начинал интересоваться трейдингом до книга александр это было лет 15 назад была первой книгах где было понятно доступно изложено что же такое трейдинг какие в нем существуют правила и фактически для меня она стала такой настольной книгой и я думаю что для вас для наших слушателей также возможность этих встреч они помогут как раз иметь для себя такого наставника до который может помочь где-то советом как двигаться дальше в трейдинге поэтому вот такое у меня сегодня ваше представление александр придаю слово вам спасибо спасибо большое роман очень рад слышать что моя книжка вам помогла я смотрю на экран за мной висит плакат примерно я уже не знаю десяти много десятилетней давности на котором я еще очень молодой со своей первой книжки она вышла и была презентация ниже на магазине в центральных книжных магазинов нью-йорка надо было тысячи лет тому назад я думаю что книжка который вы который вы упомянули я написал несколько книг но самая знаменитая книга по-английски называется trading for a living на русский язык она переведена как как играть выигрывает на бирже и кстати хочу сказать что эта книга а сначала и она переведена 16 языков сейчас значит в переводе 17 турки купили права а сейчас переводится на русский язык новая книга то есть будет так же называется как играть и выигрывает на бирже в двадцать первом веке то есть 20 лет спустя я переписал эту книгу я бы сказал процентов на 80 совершенно новая книга совершенно блестящую переводчицу издательство нашло она москвичка которая живет сейчас сербии прекрасная переводчица очень хорошо все это делается я конечно выверяю каждое слово в ее переводе и эта книга появится я думаю в будущем году если мы все не сгорим ядерного огня естественно опять для тех кто не знает сказать кто и что и откуда я родился в ленинграде вырос в эстонии родители переехали отец был военно-морским офицером родители были он был переведен туда когда мне еще не было годика так что я вырос в эстонии учился в эстонии и из эстонии уже закончил университет по специальности врача попал на устроился на советский пароход и бежал с этого парохода в африке чем заработал место в книге которая была издана гуверовским институтом калифорнийского университета поисковые списки кгб я в этой книжке числюсь два раза и я приехал в америку без мне было 18 долларов себе я не знал ни одной живой души здесь но как вы видите я не утонул и даже выплыл и сначала занимался психиатрией а потом я открыл для себя биржу она мне безумно заинтересовала и я стал играть на крошечные деньги какие-то в дикие азартные игры естественно прогорал постоянно но я человек такой упертый поэтому я стал учиться и наконец-то научился этому делу и ушел со всех работ я занимаюсь тем что я сижу перед экраном и покупаю продаю но я всегда любил учить младшая сестра которую я учил всегда любил учить в университете помогал преподавателям и то и все и я написал эту книжку как играть и выигрывать на бирже и книжка я думаю стала таким бестселлером всемирным именно потому что она широкая то есть есть книжки про индикаторы есть несколько хороших книжек про психологию есть может быть 1 2 книги про управление капиталом моя книжка охватывает все эти темы по-английски майн 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 мэссет мани голова метод деньги то есть психология методика игры и управление капиталом то о чем кстати среди среди брокерских фирм не принято говорить что управление капиталом очень важно и мне очень нравится что роман всегда предостерегает вас что это колоссально важная часть вашего успеха а для большинства людей неудачи потому что люди начинают играть на эти сумасшедшие риски надо рассчитывать на рынках нет определенной на рынке нет ничего что на сто процентов поэтому необходимо всегда учитывать а что если а что если мой план сорвется ну что иногда у всех периодически эти планы срываются включая вашего покорного слугу идея заключается в том чтобы построить методы так чтобы они срывались чтобы ваши планы срывались редко а деньги построить так чтобы если план срывается вы не несете катастрофической потери ну вот такое такое тоже роман я ответил на ваши длинные предисловия своим длинным предисловием теперь поговорим о рынках я начал говорить о меня вернулся роман будем будем смотреть на на ваш экран или на мой как вы предпочитаете смотрите если удобно можем начать с вашего затем к сейчас я вам сделаю сейчас сейчас у вас должна появиться возможность вот мы и тут вы видите сейчас наверное мой экран да 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 окей прекрасно краткое предисловие многие люди считают что для того чтобы заниматься трейдингом нужно иметь многочисленные экраны оборудование все я работаю с лаптопом иногда использую ipad чтобы поставить второй экран чтобы я мог одновременно и за рынком следить еще зачем то я бы собственно хотел иметь многочисленные экраны на проблемах или не проблема но дело в том что я в разное время дня люблю работать в разных частях своего дома вот сейчас например такой приятный день и не жаркий я поэтому себя в офисе нахожусь а когда если сильное солнце то офис очень солнечный спустился на главный этаж у нас три этажа спустился бы на главный этаж сидел бы там в тени очки а если такая холодная погода вообще я вообще спустился бы на нижний этаж там у меня совершенно замечательная печка стоит вот растопил бы эту печку и работал бы у печки и и так далее и на террасе люблю работать когда солнце не очень сильно поэтому расставить группы экранов него нереально поставить везде эти экраны это женение где будет повернуться поэтому поэтому я делаю все с лаптопа поэтому я вам показываю свой экран на экране график smp и это собственно то на что я смотрю график выглядит вот именно так вот это то на что я смотрю каждый божий день да я всегда начинаю свой анализ с недельных графиков торговые решения я принимаю на дневных и даже на внутри дневных но стратегически я хочу определиться по недельным графиком и на этом графике вы видите как в конце прошлого года вот отмечу это дело так вот здесь да в конце прошлого года рынок вырвался до новой высоты новых высот мы сидели линии развернулись вниз мы сидели экстраграмма показывала очень слабых быков и была медвежья дивергенция индекса силы где-то в декабре я заговорил о том что бычий рынок уже кончился значит сейчас у нас происходит происходит медвежий медвежий рынок и он заключается в том что цены падают естественно каждый новый низ ниже предыдущего донышка каждый новый вверх ниже предыдущие вершины и мы видим на это мы видим это огромную массу моей сиди индикаторы мы сиди гистограммы ниже осевой линии которая показывает на то что на рынке доминирует медведи но я был медведем уже с декабря января толпа просыпается довольно медленно во вчерашние во вчерашний моя любимая газета wall street journal читаю же изучаю ежедневно вчера была передавиться на первой странице написали что у нас оказывается медвежий рынок а вот такая новость да то есть 20 это было 27 сентября рынок s&p уже сполз от примерно 4 700 до 3 600 рынок потерял 25 процентов wall street journal проснулся и объявил что нас медвежий рынок но 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 есть определенные показатели которые говорят о том что предстоит очень резкое ралли ближайшие дни возможно это уже началось сегодня на этой неделе началось вчера даже потом почему дело в том что рынки не ходят по прямой линии во всех бычьих рынках есть просадки а во всех медвежьих рынках есть ралли и мне думается и не просто думается это позиции которые мне открыты у меня 1 2 3 1 2 7 позиций открыты на этой неделе все на повышение почему во-первых рынок вычерчивает двойное дно вот это вот было донышко в июне это донышко сейчас рынок s&p даже не пробил июньское дно что кстати мне не нравится я очень люблю когда рынок пробивает предыдущее дно а потом отказывается от такого хулиганского поведения как например я приведу сейчас горизонтальную линию здесь вот так вот эта линия она обозначает июньское донышко чуть ниже она обозначает июньское донышко и сейчас рынок пробил это донышко и казалось бы дорога вниз открыта а нет рынок развернулся и в данный момент он торгует выше линии пролома то же самое смотрим на график nasda опять таки кстати вижу кто-то поднимает руку к сожалению я не я не вижу ваших вопросов и я не увижу их пока я сказать не закончу свою презентацию что потерпите пожалуйста и подождите немножко я обязательно оставлю время для вопросов и ответов так вот nasda вот значит линия которая обозначает его июньское донышко а вот где nasda сейчас пробил донышко и как бы сказать опустил ноги в воду холодная и вытащил и уже сейчас nasda выше этой линии вот это вот ложный пролом вниз это один из самых лучших бычьих сигналов этого пролома не наблюдается на рынке s&p и это происходит довольно часто три главных индикатора у нас дау s&p и nasda что на очень серьезных разворотных моментах не все три подают сигнал на на главных поворотных моментов у главных поворотных моментов уже начинается разброты шатание будто вверх или вниз и поэтому в данный момент у нас есть и блестящие сигналы о дау от nasda и от s&p их нет и какие-то значит умники ждут этого сигнала ждите может будет скорее всего что нет двух достаточно теперь я смотрю не только значит на цены я смотрю на графике посмотрите на самом самом низу индекс силы force index который я разработал и популяризировал донышко в июне донышко сейчас гораздо более плоская и наконец mcd гистограмма и mcd линии они еще не повернули вверх еще не повернули вверх но вот это вот маленькая желтая точечка у правого края показывает что выше этого уровня они повернут вверх то есть если цена достигнет этого этой точечки то индикаторы повернут вверх и будет великолепная бычья дивергенция то есть ее еще нет но очень все построено что-то не идет опять-таки если вы очень консервативный трейдер ждите если вы более опытный трейдер данном случае я уже занимаюсь покупками и хочу показать вам прежде чем отдавать экран роману один из своих любимых индикаторов это индикатор новых высот новых низов слева недельный график справа дневной график и на недельном графике недельном графике вы видите индекс новых переграем начнем с дневных графиков с правой стороны дневные графики значит новые высоты новые низы это в трех разных временных диапазонах в течение года в течение квартала и в течение месяца и вы видите что очень глубоко очень много новых низов но эти новые низы заметьте находятся в районе где были предыдущие донышки то есть рынок маятник и он сейчас настолько качнул в медвежью сторону что как правило в течение долгой истории от этого уровня начинается движение в другую сторону это не означает конца медвежьего рынка но это означает что в медвежьем рынке будет сильное ралли и люди которые сейчас покупают путы останутся останутся ни с чем да это не время сейчас есть компания где получаю я получаю цифры новых высот и новых низов низов прошлую пятницу объявила что покупки путов достигли наивысшего объема за 30 лет за которые у них есть информация да то есть народ в глубокой панике покупают путы и для меня это как в колокольчик но если народ на рекордной панике то значит рынок уже достигна плюс минус да не в тот же момент но но рынок находится в зоне дня это мы видим на дневных графиках на недельных графиках очень интересный как бы такой двойной месседж двойной сигнал недельный индекс новых высот новых низов и вот это вот нижняя горизонтальная линия верхняя проведена на нулевом уровне значит сейчас низы четко преобладают а нижняя горизонтальная линия проведена на уровне минус 4000 то есть когда за неделю у нас на 4000 больше новых низов чем новых верхов рынок находится в состоянии колоссальной перепроданности и как только он вернется выше этой линии он подает то что я считаю самым сильным сигналом на покупку в техническом анализе в этом написано в моей книге spike signal это хорошо по крайней мере для тех кто покупает сейчас да это хорошо то есть рынок стоит на грани сильнейшего сигнала на покупку который мы можем получить на этой неделе или в начале следующей недели очень хорошо роман очень хорошо назначили этот вебинар как раз такой ключевой момент редко бывает но вы очень хорошо подгадали это хорошие новости но а теперь негативные обычно обычно этот сигнал возникает может быть два раза за десятилетие вот так вот три раза максимум два раза за десятилетие в этот раз у нас этот сигнал уже был дважды в этом году и и сейчас это будет третий раз в году такое бывает только во время медвежьих рынков это последний раз вот такое явление наблюдалось в 2008 году когда рынок весь обваливался и периодически возникали эти мелкие не мелкие периодически возникали такие коррекции вверх и в 2008 году их было пять или шесть и вот у нас сейчас три то есть это такое типичное поведение медвежьего рынка толпа паникует и наконец доходят сказать до ручки останавливается рынок взлетает и заметьте что произошло в предыдущие разы вот был сигнал я надеюсь вам видно моя линия и снг взлетела от трех шестисот от трех восьмисот примерно до четырех ста до четырех двухсот четырех пунктов снг вот был второй сигнал снг взлетел примерно от трех шестьсот до четырех трехсот очень сильное ралли и сейчас опять намечается такой сигнал так что такая очень нормальная мишень это скользящая средняя то есть если я прав если на этой неделе знаменует разворот коррект разворот это неделе знаменует коррекцию медвежьего рынка то такая скромная мишень это s&p 4000 4100 4000 я не любитель ставить цели я только вижу что но нарисовалась и совершенно такая логическая мишень для подъема с такого дна это до уровня ценности а этот уровень обозначен скользящий средний вот так так что роман наверно я сказал то что вы хотели услышать про рынок и перехватывайте экран и будем теперь дальше плыть по вашему экрану спасибо александр это сейчас я пока переключаюсь хотел задать вопрос вот на фоне там последнего повышения ставок фрс и еще планируется в следующем году то есть как вы считаете все таки это более вероятно опять же мы рассуждаем только вопросом вероятности и никто точно не знает что будет дальше да на графике но как на ваше мнение медвежий рынок пока все еще силен в этом отношении медвежий рынок еще не кончился медвежий рынок еще не кончился когда я говорю о том что наступает мы сейчас мне думается что в этой неделе у нас начинается коррекция медвежьего рынка и это коррекция будет не маленькая хорошая но медвежий рынок еще не кончился по ряду причин и конечно основная из них это повышение процентов федеральной резервной системой я вам советую выйдите на youtube как-нибудь да и впечатайте паул спич паул это наш председатель федерального резидента паул спич джаксон холл джаксон холл джаксона это такой городок в колорадо где собираются вот центральные банкиры и паул где-то полтора месяца назад там сказал речь 8 минут очень интересно послушать и он совершенно прямым текстом сказал что будет повышать ставки независимой нет каких финансовых передряд пока инфляция не опустится до 2 процентов сейчас на 8 процентов так что нам предстоит по меньшей мере ресессия в этой стране и ставки будут повышаться что меня удивило недавние недели когда они учат речь была в августе а следующее повышение было запланировано сентябрь они повысили и рынок обвалился я думал что это уже новость как бы была запрограммирована рынке что он уже ответил на нее нет удивился все а теперь где-то в октябре будет следующее повышение и и концу года как это отражается на на жизни людей для для меня практически никак потому что я никому не должен денег и поэтому какая с какая бы ставка не было сказать я продолжаю жить своей жизнью а если допустим вы идете покупать дом ипотека в декабре прошлого года была в районе двух процентов годовых 2 процента годовых сказка сейчас это около 6 процентов годовых 2 процента 6 процентов как это переводится недавно увидел интересный пример я потом пошел его искать опять не могу не смог найти на интернете какой-то хороший экономист написал люди люди покупают дом под ипотеку и если вы хотели тратить раньше он называл ссылку на 3000 долларов в месяц на ипотеку вы могли купить дом за полмиллиона долларов а сейчас за такой же платеж вы можете купить дом только за триста пятьдесят тысяч долларов то есть покупательная способность населения сейчас резко снижается и и будет продолжать снижаться так что это будет отражаться на том что люди будут меньше покупать всего уже сейчас есть новости что ли перестать перестают ходить хорошие продуктовые магазинах ходят в дешевые продуктовые магазин то есть начинается люди начинают затягивать пояса масса начинает затягивать пояса и заработки компании начинают ухудшаться фейсбук twitter apple все заявили фейсбук все заявили о сокращении штатов начали сокращение штатов ну людей способны разработятся какие-то сбережения у многих у кого у многих но не далеко не у всех есть но тем не менее покупки уменьшатся значит уменьшится прибыли компаний а когда мы пока когда инвесторы я трейдер мы когда инвесторы покупают акцию они покупают ее в расчете на дивиденды в расчете на рост прибыльности в расчете в расчете сейчас будет как сказали бы отрицательный рост замечательное выражение отрицательный рост запланированное отступление так что нам предстоят трудные времена в экономике и и для компании это будет мало полезно что делать с этим трейдером есть несколько вариантов во первых конечно вы можете искать те акции которые идут вверх то есть даже в самые черные дни рынка если вы выходите на веб-сайт типа где я сказать дню и ночую называется bar chart у них вы можете всегда скачать акции которые сегодня достигли новой новой высоты за месяц за год за сколько вы хотите за два года ты всегда есть акции которые идут вверх их очень мало например вчера позавчера было 60 акций которые достигли новых высот за месяц и было 1900 акций как вы достигли новых низов да то есть вы есть иголка в стаге сена можете искать эту иголку вариант а вариант б научитесь играть на понижение все профессионалы это умеют делать большинство профессионалов это умеют делать и любят я очень люблю играть на понижение хотя в данный момент у меня нет ни одной позиции на понижение на этой неделе на прошлой неделе быть на этой неделе научитесь играть на понижение учитесь на маленьких сделках на маленьких деньгах я даже книжку написал несколько в 2008 году вышла книжка как делать деньги на медвежьем рынке книжка очень плохо продавалась всегда почему потому что люди не любят на бежих рынках вот написать дал достигнет 100 тысяч вот такая книжка будет продаваться хорошо но я пишу не для того чтобы продавать книжки для того чтобы выразить свои мысли поищите книжку на русский язык мы даже не перевели на русский язык но книга sell and sell short taking profits on the bear market научитесь играть на понижение очень очень замечательная игра акции падают вдвое быстрее чем они поднимаются реакция должна быть очень хорошая или наконец просто сидите в стороне свете в стороне смотрите на погоду читайте учитесь повышайте свою квалификацию ждите донышко причем я думаю что дно медвежьего рынка не очень далеко мне думается что мы уже ближе ко дну чем к к верху верх был в декабре прошлого года я думаю где-то в будущем году уже стоит присматривать настоящее дно а или вот даже сейчас как посрочная игра на несколько недель на повышение я думаю сейчас вот это будет следующая колода карт спасибо длинный слишком ответ но разъясняется и дает ответы нам не только на один вопрос но на многие другие спасибо большое давайте посмотрим вот то что мы делаем обычно смежные рынки и вот сейчас открыл так 40 а кто-то только что мне месседж сбросил книжку перевели как фиксировать прибыль ограничивать убытки и выигрывать от падения цен алексей написал алексей я большое спасибо так что как фиксировать прибыль и так далее александр ищите очень хорошее издательство у меня в москве альпина с ним очень люблю работать окей на что мы смотрим сейчас это дакс да дакс так недельный недельный дакс слева дневной справа недельный в глубоком провале и вы видите насколько слабее этот индекс чем американский но даже здесь даже здесь если мы посмотрим сейчас на на правую сторону этого графика мы видим на дневном графике очень красивую бычью дивергенцию посмотрите на донышко в августе предпоследняя донышко в августе в мсд гистограмме и это было действительно паническое дно с колоссальным объемом который отражен в индексе силы мсд гистограмма был взлет я называю сломали хребет медведю и сейчас новое падение и сегодня сегодня сигнал что покупка разрешена мсд гистограмма тикнула вверх бычья дивергенция создана дакс стоит на повышение другое дело что в долгосрочном диапазоне это не сильный рынок но в краткосрочном выглядит очень хорошо спасибо давайте посмотрим на евро доллар тонет 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 и тонет по совершенно фундаментальной причине центробанк европы только что поднял учетный процент от нуля красивая цифра но кругленькая такая много лет держалась от 0 до 3 четвертей процента а в америке помощи с 3 с половиной 3 3 четверти процента учетная ставка поэтому держать деньги в евро это выбрасывать их на ветер на деньги на деньги надо держать в ценных бумагах той страны где вы а не боитесь что вы их потеряете или конфискует и б которая больше платит теперь выбираем куда куда вкладывать деньги в америку или европу и именно поэтому евро евро тонет и близкого конца этого не видно потому что американская федеральная резервная система четко на курсе повышения учетного процента пока они не добьют инфляции до двух процентов все написано все рассказано секретно дать посмотрим на золото золото очень проседало и сейчас сейчас золоте начинается коррекция технические сигналы слабенькие на недельном графике слева такая как бы небольшая дивергенция индекса силы мы среди гистограмма как была ниже нуля так и осталось и если вы помните минуту назад мы смотрели на график на график дакса и мы видели что гистограмма поднялась выше нуля а потом опустилась вот это вот настоящая дивергенция здесь дивергенции нет смотрим справа дневной график тоже дивергенции как таковой нет я когда я в таких случаях спрашиваю если бы этот пистолет приставил голове сказал алекс ты должен сделать сделку по золоту и уйди до пятницы чтобы тебя здесь не видели чтобы ты сделал ну я бы купил тогда но только пистолетом спасибо александр давайте посмотрим на нефть нефть марки бренд медвежий рынок на недельном графике на дневном но как вы видите посмотрите на структуру дневного графика на структуру дневного графика и если вы занимаетесь если вы любите торговать нефтью то на вас смотрит торговая система тренд четко вниз да график идет из левого верхнего угла в правый нижний не нужно быть профессором что идет из угла в другой это медвежий рынок но каждые несколько недель этот рынок прерывается взлетом и нефть поднимается в зону ценности в зону между двумя скользящими средними иногда даже превышает эту зону но вот вам торговая система нефть поднимается в зону ценности коротить нефть падает к нижнему конверту закрывать сделку снимать прибыли ждать следующего взлета и евро если у вас нет этого софта которым пользуется роман уверен что в конце нашей беседы он вам расскажет про него и как его заиметь и то что вы видите здесь это инструменты которые я разработал и которыми я живу то есть к инструменты на которых я делаю свои сделки медвежий рынок сегодня мелкая коррекция спасибо и уже мне еще раз напомнили я думаю что вы давно на него не смотрели вы знаете я теперь смотрю даже не на график биткойна а я смотрю на цену биткойна каждое утро до открытия рынка у меня вообще такой образ жизни такой я просыпаюсь знаете есть люди говорится жаренки и совы да я знаю жена у меня сова она может до двух часов ночи работать а значит там заниматься всякими интересными делами а потом утром спит 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 а я наоборот я уже где-то в шесть начинаю просыпаться читаю wall street жорда смотрю смотрю рынки как рынки уже открылись в европе основе европейские рынки смотрю как мои позиции поживают читаю wall street journal часам к семи я уже начинаю я уже вылезают из кроватки начинаю скачивать всякие данные документировать свои сделки за предыдущий день и в 9.30 нас открывается поехали так одна из цифр которые я всегда проверяю с утра пораньше это биткоин потому что для меня биткоин это как термометр спекуляции когда биткоин вверх то спекулятивный инструмент спекулятивный спекулятивная температура повыше а когда биткоин вниз эти спекулятивной температуры пониже я не торгую биткоином я скептик по криптовалютам может это старческая не знаю но скептик технология очень важную технология блокчейн она колоссально важная и она ближайшее время пронизает все наше общество а криптовалюта это я считаю новое платье короля но тем не менее смотрим значит на смотрим на биткоин на лево с левой стороны недельный график биткоин трется об уровень где-то 18 19 тысяч и мы видим по мы сиди гистограмме как он трется все слабее и слабее похоже хочет донышко построить на дневном графике с правой стороны очень даже красивая бычья дивергенция мы видим глубокое дно в августе было мы сиди гистограмме был взлет выше нуля в начале этого месяца сломали хребет медведю и сейчас значит медведь опять толкнул биткоин до новых низов и мы видим что две недели тому назад было несколько пробоев августовского дна вот это как раз есть те самые ложные пробои вниз которые являются одной из лучших бычих структур поэтому если бы я торговал биткоином то сейчас бы я его очень весело покупал спасибо александр я думаю что сейчас как раз пришло время посмотреть те бумаги которые прислали на конкурс сейчас я сделал демонстрацию крана и отдельно тоже посмотреть сделки как они выглядят на графике ну сделал такой небольшой резюме когда собственно собирал статистику по тем бумагам которые прислали те бумаги которые закрылись по тейк-профиту были все естественно в шорт потому что последние у нас полтора месяца до коррекции на рынке она преобладала поэтому те бумаги которые предлагали на покупку они практически все закрылись по стоп-лосс то есть это вот ну как раз характерно было драры для рынка но как мы уже выяснили и посмотрели где сейчас находится рынок то вероятно что следующий месяц там покупки уже будут преобладать если рынок будет корректироваться то и бумаги тоже могут подрастать вот и здесь у нас кстати один из участников кто прислал бумагу стикером гол александр он также участвовал в прошлом конкурсе тоже в нем победил и у нас есть второй участник тоже александр смотрите как александр и на самом деле хорошее имя для трейдера как вы считаете все проблема решена вот вот она где собака зарыта и соответственно здесь была бумага beyond mid который достаточно сильно просел наверное такие бумаги сейчас падают активнее всего вот александра костин предложил бумагу beyond mid и на ему как раз мы подарим книгу и я обязательно напишу как с нами связаться как книгу получить про конкурс тоже расскажу в конце и что мне хотелось еще посмотреть это как раз несколько бумаг которые во первых та бумага которую прислали и участник с которой победил с ней это первое и вторая бумага это как раз посмотреть другие так сейчас я видно и посмотреть больше те сделки где как раз были убытки вот бумага beyond mid здесь я уже нанес разметил где был входа недельный график здесь сделка на продажу ты профит был там в районе 31 вход в районе 35 и вот также дневной таймфрейм здесь продажа здесь take profit цена упала еще ниже дошла практически там до 15 это там даже 14 было но если александр у вас есть комментарии по этой сделке очень красивая сделка а то что вы знаете я знаю только одного человека который продает себя покупает низшую точку продает высшую точку его зовут лжец то есть иногда бывает повезет просто повезет человек ударяет в верхнюю точку или в нижнюю но я давно отучил себя от того что не перестал расстраиваться если я оставил как говорится в америке называется оставил деньги на столе вот когда нас в данном случае человек закоротил и закрыл закрыл рановато прекрасно ушел домой с деньгами сделал правильную сделку вход был очень хороший дневной график просто очень красивый посмотрите двойной топ на ценах до ложный пролом вверх медвежья дивергенция м и сиди гистограммы медвежья дивергенция м и сидели не медвежья дивергенция индекса силы то есть вот вот эту картинку просто напечатать вырезать повесить на стену и сказать себе когда я увижу такого я буду точно также торговать для того чтобы дольше держать позицию многие ставят я не знаю как по-русски сказать трейлинг стаб последующий стаб то есть автоматически понижающий состав я не любитель этого процесса но многие из моих друзей серьезные трейдеры им пользуются так что если вас интересует рассмотрите как это делается очень красивая сделка поздравляю спасибо александр но тоже важно это посмотреть попробовать как раз те бумаги которые у нас закрыли с убытками да то есть где ну в данном случае где у нас были покупки и одна из таких бумаг это ньюмонд ну во первых да на фоне золото падение золота но вот в целом на что важно было обратить внимание чтобы возможно не входить в эту сделку вход был легальный на недельном графике потому что на среде гистограмма начала подниматься я не вижу где входят на дневном графике единственное что мне не нравится здесь недельный график был совершенно легальным я избегаю покупать акции после того как у них образовался гап то что вы видите здесь на дневном графике потому что гапы причем чем 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 крупнее не тем хуже они показывают что есть очень много травмированных людей то есть все кто купили высшего гапа все сидят в потере травмированные люди странно себя ведут зачастую поэтому я очень редко покупаю или карачу акции после гапа отлично вот еще один момент наши копилки скажем так и еще одна бумага которая тоже закрылась сделка с убытком это бумага с тикером и и м агнику игл майнс это тоже тоже золото прибывающая компания кстати очень хорошо выглядит у правого края очень хорошо выглядит у правого края посмотрите на недельном графике был ложный пролом вниз бычий дивергенция liberty та-грам seam большей бычий дивергенция индекса силы не смотрим на дневной график ложный пролом вниз очень недурно выглядит у правого края Если кто-то занимается золотобывающими акциями, то четко стоит на нее посмотреть. Очень хороший, очень сильный недельный сигнал. Дневной так себе, нормально, ничего особенного. Так, неплохо, нехорошо. А недельный сигнал просто очень хороший. Тогда по этой бумаге можно сделать вывод, что немножко рановато. Да, да, да. И вы знаете, именно поэтому очень важно контролировать риски, потому что если человек говорит, а вот это так хорошо, все, вот что, Элда сказал, сейчас я туда залимоню все, что у меня есть, еще у тещи возьму взаимой, а вдруг не пройдет, вдруг не получится. Поэтому нужно всегда разбивать свои сделки на доли и никогда не ставить больше определенной доли. Причем мой совет всегда, когда вы начинаете серьезно заниматься трейдингом, сделать эти доли крошечными, не маленькими, а крошечными и сказать, после 10 выигрышных сделок я эту долю увеличиваю на 50%, потом опять на 50%. И вы зарабатываете право играть на большую сумму. То есть не просто с бухты барахты, а право играть на серьезную сумму надо заработать. Даже если у вас деньги сразу есть, которые вы могли бы впустить в дело, надо себя, так сказать, надеть наручники финансовые и сказать, буду торговать на крошечную сумму и повышать эту сумму в зависимости от достижения параметров успеха. Спасибо, Александр. И вот было несколько бумаг, которые хотелось бы посмотреть. Опять же, многие из них падали, многие из них начинают подрастать, то есть на фоне общего восстановления, коррекции в медвежьем рынке. И вот одна из бумаг это Johnson & Johnson. Она, кстати, я заметил сегодня утром, она была в списке акций, которые вчера достигли новой высоты за месяц, то есть высшую точку за месяц. Случайное наблюдение, но тем не менее. Johnson & Johnson – это крупнейшая компания потребительская. Да, то есть, допустим, если вам нужно купить, ну, не знаю, аптечку, бинты, как называется, банды, если там поцарапался, чтобы наклейку на палец надеть, вот это, то есть их продукты, скажем, в доме компания старая, очень хорошо устоявшаяся, организованная. И продукты пользуются спросом, независимо от того, какая экономическая ситуация, отличное руководство. Во время медвежьего рынка компания просела от 184 до 160, да, то есть она потеряла, грубо говоря, 15%. В то время, как многие акции потеряли 70%, 80%, эта акция потеряла 15%, то есть она была очень устойчивой и крепкой на пути вниз. А сейчас, когда мы смотрим особенно на правую сторону графика, дневной график, мы видим, что эта акция перестала опускаться в августе. И вот все эти, рынок же бьет по новым низам в последнюю, последнюю неделю, а эта акция прекрасно держит высоту. Очень солидная акция, очень серьезная. Она маловолатильная, то есть для меня она представляет малые интересы, просто потому что я люблю более живые акции, потому что мой диапазон довольно короток. И эта акция очень спокойная, но для инвестора или для долгосрочного трейдера это одна из лучших акций. Спасибо, Александр. Еще одна бумага, это Taiwan Semiconductors. Да, печальная картина. Недалеко от Бостона живет на очень богатой пенсии джентльмен по имени Питер Линч. Он был в свое время одним из самых знаменитых управляющих капиталами в Америке. И написал очень хорошую книжку «One up on Wall Street», «В одиночку против Wall Street», грубый перевод. И в этой книжке он в частности написал многоумных вещей. Одна из них была, он такой долгосрочный инвестор был. Он говорит, я покупаю только те компании, которыми может управлять идиот, потому что раньше или позже он ими будет управлять. А на тему этого графика он высказался в своей книге. Попытаться поймать дно – это как попытаться поймать падающий нож. Всегда хватаешь его в неправильном месте. Это падающий нож. И он падает. Нож, все, он соскользнул со стола и летит вниз. Вы будете ловить нож в воздухе? Отойдите, посмотрите. Надо подождать, что будет дальше, не быть героем. Возможно, возможно, возможно. Глядя на недельный график, мы получим очень красивую бычью дивергенцию. Но на данный момент ее нет. Все падает, включаем ACD гистограмму. Запомним эту акцию. Подождем, когда нож воткнется в пол и начнет немножко вибрировать. И индикаторы начнут закругляться вверх. Вот тут-то это будет иметь смысл посмотреть. Имеет смысл оценить эту акцию как возможную покупку. Но в данный момент нож летит от столешницы к полу. Держим руки в стороне. Александр, я боюсь, что мне придется вас на пару минут задержать. С удовольствием. Два месяца не виделись. Распечатывайте водку. Еще одна бумага. Walmart. Тоже одна из таких центральных американских компаний. И поскольку она ориентирована, как бы, ну, я бы сказал, так сказать, на рабочий класс больше, да, то поскольку экономическая ситуация сейчас, я думаю, в стране будет ухудшаться, и люди среднего класса начнут больше экономить, Walmart, то это пойдет на пользу. Смотрим, смотрим на тот же недельный график. Он очень далеко от донышка с левой стороны. Смотрим на дневной график. Была просадка на прошлой неделе, в начале этой недели. Рынок отказывается падать. Это не такая красивая структура, как J&J, Johnson & Johnson. Но это компания, которую я не побоялся бы купить. Хотя, опять-таки, тут очень много гапов, хоть что мне не нравится. Гапы, 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 повсюду. Выбирая между двумя, я бы скорее обратил внимание на Johnson & Johnson. Хорошая акция, хорошая компания, хорошая акция. Неплохо выглядит технически, но Johnson & Johnson лучше. Еще одна бумага, о которой мы говорили много-много выпусков назад. Сейчас тоже интересно посмотреть. AT&T. Когда-то, в принципе, сейчас тоже привлекательная с точки зрения дивидендов. То есть там сейчас порядка 7%. Но мы видим, что, да, вот эта падение. То есть акция падает на 7%, то этот дивиденд как бы уже не настолько вкусен, да? Опять-таки, процитирует Питера Ленча. Попытка уловить дно, это попытка схватить падающий нож. Неизбежно хватаешь его в неправильном месте. И тогда еще одну бумагу, которая также, пожалуй, чуть лучше себя чувствует, чем рынок, это Netflix. Netflix колоссально упал, было очень жесткое падение. Netflix был назван где-то года полтора тому назад лучшей компанией в мире. Ты когда читаешь такие вещи, знаешь, что это к хорошему не приведет. После этого Netflix стал падать. И было колоссальное падение на гэпе весной. Мы это видим на недельном графике. Хотя здесь гэп не просматривается. Его можно увидеть на дивных рынках. Когда у Netflix они стали терять подписчиков впервые за много лет, у них число подписчиков уменьшилось, и рынок спаниковал. Но, но, но руководство компании отреагировало на это очень хорошо. То есть, вместо того, чтобы держаться, все делать по старинке, авось-авось, они сказали, хорошо, у нас всегда была политика, что мы, у нас нет рекламы. Когда вы приходите к нам смотреть кино, вы смотрите чистое кино без рекламы. После этого они сказали, ну, мы заведем теперь несколько уровней подписки. И на самом дешевом уровне вы можете получить Netflix гораздо дешевле, чем обычно, но он будет с рекламой. И рынку это понравилось. И Netflix идет очень хорошо вверх сейчас. Спасибо, Александр. Ну, вот, пожалуй, все инструменты, которые хотелось бы посмотреть, да, вот из разных секторов, я постарался их найти. Отлично, отлично. С немножко с разной реакцией на рынок. Спасибо большое. Если у нас еще, может быть, появится один-два вопроса там в течение минуты, пожалуйста, напишите в чат. Вот, ну, вот здесь есть вопрос по поводу торговли с плечом, да, то есть, ну, я знаю, как вы торгуете, по крайней мере, вы рассказывали, но вот, может быть, ответите Игорю по поводу торговли с плечом. Вопрос обращается еще к вам, торгуете ли вы с плечом к вам плечом? Я не знаю, какие плечи предлагаются в вашей стране, в Америке, максимальное плечо для покупки акций, это два к одному, да, то есть, на 100 тысяч долларов можно приобрести 200 тысяч долларов акции, я этим периодически пользуюсь. Как правило, нет, потому что у меня довольно большой счет, но когда рынок начинает предоставать одну возможность у другой, я выхожу на плечо, но это плечо не страшно, два к одному. Я встречался с плечами 10 к одному, 40 к одному и даже 100 к одному, и я это называю брать очень, хватать очень крупного тигра за очень короткий хвост. Когда вы играете с плечом, вам всегда нужно соотносить размер вашей сделки с вашими настоящими деньгами, да, то есть, если у вас, допустим, у вас на счету 100 тысяч рублей, по правилам, значит, максимальный риск на сделку это 2%, 2 тысячи рублей. Риска не стоимости акции, а то, чем расстояние от вашего стопа, от вашего входа до вашего стопа, помноженное на количество акций. А если вы возьмете ту же самую сделку с плечом, то, значит, ваш риск увеличится, что вполне позволительно, но только вам нужно всегда считать, что ваш риск, он тоже увеличится этого дела. То есть, считайте риск вместе с плечом, не только прибыль вместе с плечом, но и риск вместе с плечом. Пожалуй, туда комментарии. Спасибо большое, Александр. Я думаю, что следующий вопрос мы уже соберем их также под видео, я расскажу, как их оставить и обсудим тогда уже на следующей встрече, которая у нас будет в октябре. С вашего позволения хочу только еще добавить краткое объявление. Я в декабре буду в Риме и проведу там однодневный интенсивный класс на английском языке. Так что, если кто-то из наших участников, слушателей путешествует, хочет прилететь в Рим, пускай заходит на сайт eldre.com, там есть вся информация. Ну или также, если у вас возникнут вопросы, можете написать под видео на нашем YouTube-канале. Я также дам ссылку на сайт Александра и, ну, по возможности также дадим возможность вам принять участие в этом классе. Спасибо большое, Александр. Спасибо большое, очень приятно, давно не виделись. И увидимся завтра еще на нашей встрече на английском языке. На иностранном языке, сейчас буду учиться. Для тех, кто хотел присоединиться, я думаю, что завтра мы посмотрим чуть-чуть другие бумаги. Рынок, скорее всего, будет присоединиться такой же, но отдельно другие бумаги я посмотрю. Для тех слушателей, к кому удобно также слушать на английском языке, можете подключиться еще и завтра. Я еще расскажу про индикаторы Александра и про конкурс. Спасибо большое, Александр. Спасибо, всего хорошего. Было приятно вас увидеть и увидимся еще раз завтра. Взаимно. До завтра, всего хорошего. До свидания. Уважаемые участники, как мы смотрели сегодня в ходе нашей встречи, мы также показывали инструменты Александра, которые он разработал для разных платформ. И в том числе есть набор индикаторов для метатрейдера. То, как я показывал, у наших клиентов есть возможность их получить как раз на ваш компьютер и установить на ваш пятый метатрейдер. Что нужно для того, чтобы их как раз получить? То есть это наличие реального счета с балансом более 200 евро. Если у вас еще нет реального счета, вы можете в любом случае прислать нам запрос, и мы сориентируем по всем другим шагам. Сейчас я в чат присылаю как раз почту elterdiscsobakaadmuromarkets.com. Для тех, кто смотрит нас в записи на YouTube, она будет в комментариях к этому видео и в описании тоже, чтобы вам было удобнее ее скопировать и прислать запрос. Вы пишете в свободном форуме просто запрос на эту почту, мы вам присылаем индикаторы, шаблон, видеоинструкцию по установке. То есть все, что, собственно, необходимо сделать, то, чтобы у вас индикаторы работали точно так же, как вот я сейчас демонстрировал. И как раз обращать на те внимания, которые акцентировал внимание Александр. Возможно, да, вы не будете торговать полностью именно по этой системе, по тем же принципам, но какой-то фильтр дополнительный, я уверен, что это поможет. Поэтому присылайте ваши запросы. И если у вас нет еще реального счета, то мы обязательно проконсультируем то, как можно его открыть. Ну и после этого также отправим вам индикаторы, так как они могут работать только на реальном счете. И хотел также сказать про конкурс. Вот те, кто особенно впервые, вы видели, как мы подводили итоги конкурса. И у всех наших участников, кто смотрит нас сейчас на вебинаре, кто смотрит нас на YouTube-канале, есть возможность принять участие в этом конкурсе. Это джентльменский конкурс. Понятно, что главным призом в этом может быть ваша положительная сделка. Но для того, чтобы как раз держать всех в тонусе, разбирать положительные сделки, убыточные сделки, мы этот конкурс и ввели. Собственно, что нужно для того, чтобы принять участие в этом конкурсе? Во-первых, это подписаться на YouTube-канал Admirals. Вот сейчас я ссылочку приложил. Перейдите по ссылке. Подпишитесь на канал. Завтра мы добавим запись этого вебинара. Ну, если вы смотрите на YouTube, значит, запись уже есть. Поставьте лайк этому видео. Вы можете предложить в комментариях одну сделку по одному инструменту, который торгуется в Admirals. У нас торгуется более 8000 инструментов, поэтому это все ключевые рынки, европейские, американские, валюты, индексы. То есть, ну, вот практически очень редко бывает, что предлагают инструменты, которые у нас не торгуются. Предлагаете одну сделку. Нужно указать цену входа, стоп-лост, тейк-профит и дату, когда вы пишете этот пост, чтобы было удобнее искать на графике как раз вашу сделку. Смысл состоит в том, что вы предлагаете какую-то сделку, в которую вы планируете войти, или ситуация есть по рынку, допустим. Цена входа, да, стоп-лост, тейк-профит. И если ваша сделка сработает в следующем месяце, ну, соответственно, до следующего вебинара, и если движение в процентном отношении будет больше, ну, в вашем случае, да, для победителя, то мы, соответственно, подарим книгу «Трейдинг с доктором Элдером», да, с его персональным автографом. Поэтому оставляйте ваши комментарии. Сделка должна сработать как раз в период с 29 сентября по 26 октября. Это день, когда у нас будет, соответственно, следующий вебинар, 26 октября. И важный момент, что комментарии нельзя редактировать. Также, пожалуйста, ваши вопросы оставляйте под этим видео. Вопросы можно оставлять сразу, ну, и сделки можно тоже предлагать сразу. И все вопросы, которые вы присылаете, их вы можете, я их смотрю, потому что часто вопросы могут повторяться. Я рекомендую, у нас есть на YouTube-канале отдельный плейлист. К каждому видео есть тайм-коды с видео Александра. Обязательно посмотрите. У нас есть выпуски с отдельными темами, с индикаторами, именно с сделками. Вы можете сначала посмотреть их. Если не найдете вопросы, то дальше их уже задать, чтобы я их передал Александру. Ну, и также у нас есть большое интервью с Александром, которое мы записывали в Таллине. Там можно получить как раз информацию о том, как Александр пришел в трейдинг, через какой путь он прошел. Вот там как раз о жизни и пути Александра очень интересно, может быть, посмотреть. Вот, с моей стороны это все. Не забывайте в целом подписываться на наш канал, ставить лайки, приходите на следующее видео, на следующий вебинар, регистрируйтесь на сам вебинар или смотрите наше следующее видео, которое мы добавим на YouTube-канал. С моей стороны это все. Всем желаю хорошего вечера. Всем спасибо за участие. И увидимся на следующем вебинаре. Ну, и кому удобно прийти на встречу на английском языке, то также, пожалуйста, регистрируйтесь на нашем сайте и увидимся на ней завтра. Всем спасибо и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!